Музыка Веры Азеев Евставий Степанович – композитор и хоровой дирижер. Был он одним из выдающихся педагогов Петербургской певческой капеллы в конце XIX – начало XX века. Евставий Степанович Азеев родился в Киеве 23 февраля 1851 года в семье Певчева Киево-Петерской лавры. Десятилетним мальчиком он был привезен в Петербург и стал певцом капеллы. После окончания певческого периода Азеев остается в ее стенах и становится мучителем церковного пения. Этот факт подтверждает его выдающиеся успехи в учебе, ведь капелли на преподавательскую работу оставляли только наиболее успешных учеников. В 1883 году Азеев становится старшим учителем пения капеллы. В 1901 и по 1907 годах композитор работает преподавателем в регенских классах. Под руководством Римского-Корсакова он участвует в коллективной работе над всеночным бдением древних распевов. Именно в период работы над этим сборником Азеев проникся идеями Римского-Корсакова в области гармонизации церковных напевов. Послушаем в исполнении хора храма Иоанна Претичи одно из песнопений Евстафия Азеева «Благослови, душе моя Господа». Песня «Благослови, душе моя Господа, Благослови, душе моя Господа, Благослови, душе моя Господа, И не забывай силу заяния Богу, Учищающуюся бездолгия Твоя, И всеважающуюся бездолгия Твоя, И избавляющая молодецкая милая Твоя, И всеважающая бездолгия Твоя, И всеважающая бездолгия Твоя, Уродица моя Твоя, И всеважающая бездолгия Твоя, И всеважающая бездолгия Твоя, Господи, 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 И всеважающая бездолгия Твоя, С 1870 года Азеев совмещает работу в придворной певческой капелле с хармейстерской работой в Мариинском театре. Его вдающаяся деятельность на посту главного хармейстера театра заслужила всеобщее признание. Он участвовал в первых постановках опер Римского-Корсакова. После ухода из придворной певческой капеллы в 1907 году и до самой своей смерти, последовавшей 14 декабря 1918 года, композитор учительствовал в Институте Святой Елены и в Институте Императора Николая, а также на музыкально-драматических курсах. В 1915 году он подготовил петербургскую премьеру всеночного бдения Сергея Васильевича Рахманинова, но в силу обстоятельств был вынужден отказаться от ее проведения. Еще одной гранью его музыкально-просветительской деятельности стало сотрудничество с издателем Киреевым в деле редактирования и издания современной церковной музыки. Благодаря их совместной деятельности увидели свет произведения многих молодых авторов, в том числе впервые были напечатаны произведения Тульчеева, Егорова, Туренкова, Панченко, Извекова и многих других. Одно из известных песнопений Азеева «В свете тихий» поет хор Тройского женского монастыря города Мурома. Одно из известных песнопений Азеева «В свете тихий» поет хор Тройского женского монастыря города Мурома. «В свете тихий» поет хор Тройского женского монастыря города Мурома. «В свете тихий» поет хор Тройского женского монастыря города Мурома. «В свете тихий» поет хор Тройского женского монастыря города Мурома. «В свете тихий» поет хор Тройского женского монастыря города Мурома. Естафий Степанович Азеев является автором многих церковных песнопений, стихир, хирувинских песней. Всего свыше 80 сочинений. Яркий концертный стиль немногих ранних сочинений Азеева с контрастностью разделов, разнообразием фактуры, использованием антифонного изложения материала со временем приобретает черты стиля римского-корского с внедряемыми им приемами русского народного многоголосия и полифонии. Основу церковного творчества Азеева составляют обработки древних распевов знаменного, греческого, киевского, которые следуют строгому стилю гармонии. Послушаем еще одно из песнопений Азеева «Во царстве Твоем» поет хор московского храма всех скорбящих радостей. Песня «Во царстве Твоем» поет хор московского храма всех скорбящих радостей. Песня «Во царстве Твоем» поет хор московского храма всех скорбящих радостей. Песня «Во царстве Твоем» поет хор московского храма всех скорбящих радостей. Субтитры подогнали Симон. 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 Кто только не знал это блестящее имя. Хоровые произведения Азеева распространены были по всей матушке России. Сколько хорового народа сформировал этот человек. Отношение всех к нему было прекрасное. Свет лица у него темноватый, спина несколько сгорбенная. Его редко или вообще ничто не волнует. По окончании репетиций обычного типа, не сделав резких замечаний по исполнению, закрывая крышку рояля, он обращается к певцам. Вы думаете, что хорошо пели? Нет, плохо. У Евстафия Степановича не было того сосредоточенного сурового вида, как у старшего учителя пения Смирнова. На лице его скорее была улыбка. И это отражалось даже на простом обиходном пении. Азееву представлялась полная свобода заниматься в рейкинских классах капеллы. Евстафий Степанович Азеев скончался 14 декабря 1918 года. А сейчас послушаем в исполнении мужского трио еще одно из наиболее известных его песнопений «Кандак» великого покаянного канона Андрея Критского «Душе моя». «Душе моя, душе моя, восстань, восстань, что свежий». Конец приближается «Ини Божество отец». Воспрямил, как ущадить тебя, Кристосу, Безвестный песен, Исполняй. Дорогие радиослушатели, время нашей передачи подошло к концу. Благодарю вас за ваше внимание. Прощаемся с вами до следующей встречи, передачи «Музыка веры». С вами был священник Георгий Халахов. Всего вам самого доброго, милости Божией. Музыка веры Музыка.